прекрасного добрым хорошим людям прекрасного дня и так мы продолжаем изучать тору уже заканчиваем а книгу заканчиваем а книгу пути праведников уже надеюсь что все стали праведниками и даже теперь не знаю что учить дальше то есть мы как бы уже приблизились наверное сейчас ищу книгу как использовать крылья для святых людей или как как правильно благословлять может быть да уже хватит учиться правильно уже или как обучать торе как стать раввином за неделю такой сделан экспресс курс праведник сейчас не праведника чудотворец за три дня но это шучу конечно все но действительно пора выбирать уже новую книгу вот мы подошли к 27 главе 28 глава врата страха перед всевышним это последняя глава книги пути праведников и мы прямо очень мощно сильно прошлись по этой книге прям посмотрите все прямо это расписанное все теперь конечно было бы правильно мы узнали из последних врата торы что самое главное это повторять изучены потому что нет никакого вообще смысла не не запиши никакого смысла смысл по-любому есть когда ты учишь штору даже если ты не повторяешь то то время которое ты учишь штору и твое намерение учить тору она естественно засчитывается засчитывается это то что человека продвигает как минимум он пока учит тору на не грешит в это время скорее всего да если она на сто процентов вникает в то что мы учим шаватов я как считать ничего но вот мы сейчас изучим ворота страха перед всевышним как раз удачно мы подойдем к роша шана это как раз вот этот месяц и луль это трепет мы сейчас и узнаем разберемся что такое требует перед всевышним страх перед всевышним вот сегодня мы знаем есть три вида страха сейчас как раз читают 27 псалом читают вот этот месяц перед роша шана читают 27 псалом и царь давидом говорит он говорит бог мой свет и моё моя опора кого мне говорит бояться бимеев как кого не бояться он говорит бог маос хаяй мимиев как умерика кого мне страшиться там есть разные слова гавы паха и радость это разные обозначения страха царь говорит бог это защита моя самая до кого буду бояться то есть и разные слова паха используется или и рад ашер вот мы сейчас разберемся во всем этом ну вот меня все равно вопрос этот остался значит надеюсь что всевышний подскажет книгу может вы тоже подумаете какие то есть у кого-то предложения запросы напишите какую книгу следующую изучать чтобы она была понятная такая до структурированная чтобы мне было вот например этом 28 главы перки а вот может быть мы учили давно-давно может вернуться на карте а вот или же может быть вот у меня сидеть найти какой-то очень интересный комментарий на каэли на экклезиаст и как раз в октябре выходит уже в издательстве книжники выходит экклезиаст каэлит своими комментариями может быть начать учить как раз эту книгу можно будет и заказать везде и начать учить экклезиаст каэлит но с каким-то очень глубоким интересным комментариям вот может быть по карте у меня вот в этом направлении двигается голова и как раз начинается сукот после рожешна потом емти пур потом сукот сукой читают каэлит вот вот тоже хорошие советы из подумайте да какие кто предлагают не такие чтобы они были удобные структурированные и чтобы было удобно и полезно и практичные потому что я очень люблю практичные книги которые можно вот ты учишь ее и сразу тебе становится понятно что делать шелкана рук чуть-чуть вот это это слишком практичная то есть там идет уже детальное такое вот изучение по буквально по детали детали на каждую заповедь а все-таки у нас в экран мы себя рассматриваем как образовательная платформа для людей которые хотят познакомиться с или идеи не хотят они пока глубоко укопать да они хотят познакомиться с основными какими-то принципами и правилами и дальше если они захотят глубоко укопать есть в любом месте раввин кицу в короткий шелкана рук есть где спросить законы до ливен и муна хорошо очень присылаете до каэлит но я думаю что пока месте у меня каэлит к тому же что выходит комментарии легко есть у нас бот каэлит я вы можете прям по боту или грамот каэлит с комментариями уже книга будет то есть есть удобные подручные материалы вот путеводителя растерянных хорошая идея кстати я никогда эту книгу не изучал почему-то мне вот ромбом как-то ну вот не изучал скажем так не я посмотрю может быть по путеводителя растерянных мне кажется что она не особо структурирована то есть но очень длинна хорошо давайте пока изучаем врата двадцать восьмых брата страха перед всевышним написано авторе книги дворим написано так а теперь израиль чего всевышний требует от тебя только того чтобы бояться всевышнего и там дальше написано соблюдать его заповеди слушать законы и так далее но на первое место поставлен страх перед всевышним и там же написано бога бойся и это лаким ира царь сам он говорил в каэлите в экклезиасте в конце концов все понятно бога бойся да дальше пророка и шая говорил страх перед всевышним сокровищница его сокровищница бога и также сказали мудрецы что всевышний в этом мире лишь страх перед всевышним но и так далее дальше в талмуде разбирается эта тема и говорится так что если нету страха перед всевышним так лучше было бы даже и тору не учить и приводится такая метафора да что такое страх перед всевышним один значит спрашивает своего работника говорит ты пшеницу на склад отправил он говорит отправил а он тогда ему говорит а ты перемешал эту пшеницу в какая-то пунктин зима соленая земля объясняет коментат с пунктином перемешал тот говорит нет не перемешал он говорит тогда лучше мне отправлял что имеется ввиду что просто изучение торой и приближение ко всевышнему без страха перед всевышним без трепета перед всевышним оно может человеку даже повредить потому что есть люди изучают в университетах называется библейская критика всякие вот эти вот какие-то изучают как науку да вот просто читают и у них нет страха перед богом то есть у них есть просто информационное какое-то изучение но нет у них вот этого вот эмоционального контакта с тем кто его дал вот если по простому первое определение того что такое страх перед всевышним мы пока не понимаем что такое страх разберемся но это эмоциональный контакт со всевышним теперь в у нас есть слава богу с вами занимается дэн дубравин он специалист по эмоциональному интеллекту да психолог я дэна знаю дубравина уже слава богу там больше 10 лет он написал книги про эмоциональный интеллект и так далее вот может быть как бы он сейчас тоже глубже знает наверняка глубже знает про эмоции но мое личное определение что такое эмоции эмоции это чувственное энергетическое отражение мыслей вот я так себе говорю вот человек например он чувствует там вот любовь да что значит чувствует любовь да он себе говорит я люблю ну я люблю это как бы слова а что значит чувствую любовь это значит у него есть какое-то вот эмоциональное ощущение в теле наверное да которого называют любовью теперь страх это тоже эмоция эмоция это то что человек чувствует поэтому человек который не испытывает страха перед всевышним или любви ко всевышним то это значит что у него нет эмоционального контакта со всевышним он не чувствует всевышнего У него есть слова о Всевышнем, да, он читает информацию о Всевышнем, да, но эмоционального контакта у него нет. Это если он не испытывает страх или любовь. Но почему здесь говорится больше про страх, а не про любовь, как вы думаете? Мне кажется, что страх это более яркое ощущение, чем любовь. Его более сильное ощущение, чем любовь. Любовь более приятная, безусловно, но если говорить про силу ощущений, то страх он больше чувствуется, да, то есть если взять, то есть он забивает. Это такое базовое состояние человека, которое сильнее, чем другие. То есть оно у него включается, тоже интересно, страх включает у человека его животную сущность. То есть страх включает у человека реакцию «бей, беди, замри», да, когда включается страх, включается как на эту кнопочку, включается инстинкт выживания. И в этом инстинкте выживания человек, он не отличается от животного, у него включается рептильный мозг. И у него этот рептильный мозг, его значит «бей, беди, замри», да, то есть он выпадает из своего рационального состояния. Поэтому сказали, например, в трактате «Шаббату» приводится, да, в мудрецы. Тот, у кого есть учение, то есть тот, у кого есть стора, он знает про Бога, но нет в нем страха перед Всевышним, подобен казначею, которому дали ключи от внутренних комнат, а ключи от внешних комнат не дали. Как же он войдет? Значит, давайте еще раз. Есть у него учение, это внутренняя комната. Человек знает про Бога, он знает, что есть, например, знаете, есть в Кабаре четыре мира. Есть мир Ацелут, в котором есть только желание Всевышнего, но оно никак не оформлено. Потом есть мир, который называется Брия, сотворение из ничего что-то. В этом мире Брия уже появляется сотворение из желания, грубо говоря, да, то есть нету. Ацелут – это вообще непостижимая воля Творца. Самого Творца вообще нельзя постигнуть, о нем вообще нельзя говорить, он за пределами нашего постижения. Но на первом уровне есть его, скажем так, желание, да, то есть есть некое намерение, которое тоже еще никак не оформлено. Потом в этом уровне, на каждом уровне есть десять сферот. И вот этот вот свет, грубо говоря, мира Ацелут, проходя через десять сферот, он попадает в мир, который называется Брия. Брия – это сотворение из ничего. И там из вот этого света, который уже чуть-чуть как-то где-то оформился, начинает появляться, появляется, начинается какая-то форматирование чего-то, что тоже мы постигнуть не можем. Этот свет, проходя через десять фильтров, которые называются сферот, он попадает в мир, который называется мир Ецера. Ецера – это уже, как сказать, ну создание, да, Ецера – это как создатель, вот уже из материала такого-то, там, скульптор лепит что-то. Он тоже проходит через десять сферот. Потом появляется мир Осия, мир уже действия он называется. В этом мире уже, о нем можно говорить, это близкий уже к нам мир, ангелы, там, все такое, и оно все притворяется в материальный мир. Теперь тот, кто это знает, вот сейчас мы об этом обсудили, я, например, про это слышал, я это не знаю. То есть я где-то услышал, я глубоко это не изучал. И что мне это дает? Ничего. Пока я просто это рассматриваю как интеллектуальное какое-то знание, это мне ничего не дает. Но, если я начинаю в это вдумываться, если вот те люди, которые изучают кабалу, они своими мыслями, они начинают туда вот прямо лезть, что за оцелут? Он сидит и думает целый день, что же это за оцелут такой, да? А что за брияш, что за десять сферот? Вот он думает, 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 и что? Теперь, если он об этом думает так же, как о математике, то ничего. То есть лучше бы ему не рождаться. Я недавно смотрел одного, ну, про него могу говорить, потому что мои учителя все про него говорили плохо. Это Лайтман. Вот сидит такой Лайтман, это, да, без типы, и он рассуждает о кабале, но для него это просто, ну, какая-то математика. Вот он, ну, просто какая-то чистая математика, да? И он, и он, нет у него трепета перед Богом, он не боится Всевышнего. Или я хожу на уроке, например, одного профессора, да, он религиозный профессор, и он говорит о истории, как появлялись какие-то обычаи, разница между обычаями восточных евреев и европейских и так далее. Он говорит об этом с огромным уважением, но у него нет вот этого вот трепета, трепет перед Всевышним. Или я ходил на уроке, такой раввин есть, Дон Сегаль, или равно же Шапира. И он, его, когда он говорил о Всевышнем, его аж, то есть видно было, что он в этот момент, как сказать, он находится в состоянии эмоционального, ну, соединения, да, то есть ему, он конкретно вообще не здесь. И для него разговоры о Всевышнем, это некая попытка, попытка с помощью слов еще сильнее установить контакт со Всевышним. То есть он уже находится на эмоциональном контакте, и поэтому каждое его слово, оно совсем другое. Он так медленно, он вытягивает эти слова вот оттуда. И он, видно, что каждое слово, это как капсула, которая заряжена его эмоциональной связью со Всевышним. Это совсем другое. Вот те раввины, которые находятся в мире Ишиф, которые, реально у них есть вот этот Ират Шамэн, трипет перед небесами, они совсем другие, чем те, которые пишут книги. Ну, вот такие, знаете, исследовательские. Хорошо. Теперь, значит, говорил Рава, мудрец эпохи Талмуда, в Талмуде трактат Йома. Трактат Йома, это трактат как раз про Йом-Кипур. То есть, Роша Шана, Йом-Кипур, вот мы сейчас приближаемся, это два очень таких важных дня. И мудрецы, которые были действительно на контакте со Всевышним, они вот этот месяц Илуль переставали вообще разговаривать. Они настолько были, как раз сейчас время проявления Всевышнего. То есть, вот эти вот два месяца, Илуль, это подготовка, потом идет месяц Тишары, когда Роша Шана, Йом-Кипур, Суккот. Это такое очень яркое проявление Всевышнего в этом мире. И те, которые в теме, которые были эмоционально соединены со Всевышним, они в это время просто переставали на обычные темы разговаривать, уходили в Ешивы. Их аж Рав перестроил Салантр, его аж трясло от страха. Опять же, мы пока не разобрали, что такое страх. Мы просто понимаем, что страх – это эмоциональное ощущение Всевышнего. Но что такое именно, почему страх, мы дальше дойдем. Так вот, говорил Рава в Талмуде трактат Йома, он говорил своим ученикам так. «Умоляю вас, – говорил он, – не наследуйте два ада, две преисподние, два дейнома, – так он им говорил. Потому что, стараясь и работая над учением в этом мире и не следуя ему, вы унаследуете дейном преисподнего после смерти. То есть, тот, кто учится и не выполняет то, что он изучает, у него нет страха перед Богом. Как тот же Лайтман, он говорит, ну, заповеди, я понял, что, типа, это не для меня, это там формальная какая-то вещь и так далее. Вот эти все рассуждения, тоже я одного видел недавно. Он такой соблюдал раньше заповеди, потом перестал. Заповеди – это религия, это формальное средство управлять народом, да, да. А вот я вам сейчас скажу, я читал книгу, не помню, как его звали, вот он говорит, там, что, 300, 600, там, какую-то такую бредятину, да. Он не помнит, кто это сказал, он не понимает, даже имя, фамилию не помнит. Тот сказал, выдумал вообще просто, информация высосанная из пальца. Теперь, но он, как бы, строит свою жизнь на базе какого-то, там, все же люди хотят понимать, где они находятся. Поэтому человек живет в какой-то идеологии, философии, которую он где-то услышал. И тот человек, который верит в Бога, он знает, откуда это идет. Это идет, например, там, из Торы, кто-то верит в христианство, там, из Библии, кто-то верит в ислам из Корана. То есть у них есть, как бы, понимание, откуда хотя бы пришло то, во что они верят. Теперь тот, кто верит в Дарвина, он обычно спросит, а ты Дарвина читал, не читал? Тот, кто верит, там, я вообще, я атеист, типа, я светский. И откуда ты взялся, светский такой? То есть откуда ты взялся? У тебя есть источник, а у них нет источника. Они, ну, просто, ну, просто тупость такая, да, вот, ярко выраженная, базирующаяся на, обычно, на каких-то журналистах. Есть одна очень такая интересная история. Есть секта, вот, если вы наберете в Виттипедии, есть секта, называются они Аэлиты. Аэлиты, по-моему, они называются. Аэлиты. Значит, их создатель, журналист тоже, почему я вспомнил. Он говорит, вы знаете, говорит, землю-то создали инопланетяне. Эти инопланетяне, они прилетели, значит, а главного инопланетянина, знаете, как зовут? Вот, как, Адонай, это, ну, на иврите одно из имен Всевышнего, он говорит, его зовут Бог, Господин, Господь, ну, дословно, да? И люди эти, которые его слушают, они, ну, не знают, ни религии, ничего, обычный человек-то не знает, они думают, ой, инопланетяне, это как бы нормально, понятно, прилетели, значит, на космическом корабле. Откуда прилетели, непонятно, но, хоть понятно, прилетели. Как зовут главного? Господь. Оно на иврите, Господь, но они же не понимают, что это на иврите, Господь. А остальных, как зовут, членов команды? Он говорит, Бнееватим, их зовут сыны Ангела. То есть, он взял, пересказал Тору, значит, только сказал, что это инопланетяне, а контакт они установили с ним, потому что он решил ничего не выдумывать, ну, чтобы особо не напрягаться. То есть, он говорит, пророки-то, они с Богом устанавливали контакт, а он говорит, что вот эти вот инопланетяне с ним установили. Значит, этих вот аэлитов, которые его последователи, их 250 тысяч, немало. То есть, он им просто пересказал Тору, но только поставил вместо Машадрабена себя, и, значит, вот такие вот есть люди. Поэтому, сказал Рова своим ученикам, он им говорит, умоляю вас, не наследуйте две преисподние, потому что, когда вы стараетесь и работаете над учением в этом мире, и не следуете ему, то есть, не выполняете заповеди, вы получите преисподнюю дейном, это ад после смерти. В своей жизни вы работая, изучая учения, не получили удовольствие от этого мира, а после смерти пропадете из мира будущего. То есть, мы видим, что само по себе изучение Торы, знания, это как сокровищница, безусловно, это сокровищница. Но вот этим вот ключом, который все включает, является эмоциональная привязанность ко Всевышнему. И мы видим, что все зависит от страха перед Всевышним, и все учение, вся Тора приносит человеку пользу, только когда он страшится Всевышнего. И этот страх перед Всевышним и есть стержень, от которого зависит все. И лишь одно это остается человеку навеки вечной. Об этом же царь Давид свидетельствовал в псалмах и говорил в 19-м псалме, 10-й отрывок, страх перед Всевышним чист, пребывает на навеке. А также царь Шламов свидетельствовал и говорил, в Этлизиасте как раз, да, в Куэлите, сотворил Всевышний так, чтобы страшились его, чтобы его боялись. И написано, лучше немного при страхе перед Всевышним, чем большое сокровище и при нем тревога. И теперь следует объяснить тебе, что есть три вида страха. Дальше он объясняет три вида страха. Смотрите, я сейчас до того, как мы его, или давайте прочтем его определение, я потом чуть-чуть добавлю от себя. Значит, он пишет так, первый вид страха, это никчемный страх, он говорит, это весьма никчемный страх. Такой страх человека, который не боится Всевышнего. И он, значит, опасается, что если он не будет, например, учить Тору или делать добрые дела, или молиться. То есть, речь идет уже о людях, соблюдающих религию, религиозных людях. Значит, люди не будут доверять ему, а позволят его. Выходит, что им сделано для того, чтобы понравиться, да, нормально. Они читают, там, журналистов каких-нибудь читают, что еще читают нормальные люди, классику. Например, вот они сидят там и читают этого Толстого, например, да. А Толстой написал «Водиного мира» и был с собой недоволен. Он говорит, зачем я ее написал, столько времени потратил. Эту книгу читают только религиозные люди. Он говорит, почему ты религиозный? Есть люди религиозные, потому что они боятся испортить свою репутацию. Действительно, это так. Есть люди, которые родились в религиозной среде, и они всю жизнь в ней жили. Им очень тяжело выйти из вот этой своей общины. И как, что про меня подумают. И если я сейчас сниму Штраймл, как вообще я буду уходить без Штраймла, да. И так далее. То есть, они соблюдают какие-то заповеди, нормы поведения и страха перед людьми. Ко второму виду относится страх человека, который страшится Всевышнего, и страха перед наказанием генома, или опасаясь, что он не достигнет рая. И поэтому человек старается в добрых делах, потому что он верит в Бога. И он боится Всевышнего. Он читал книгу «Дворим» и понимает, что если будешь соблюдать, придут тебе все благословения. Не будешь соблюдать, придут все проклятия. И он сидит и думает, так, ну хорошо, значит, давайте вокруг посмотрим. И смотрит, некоторые говорят, вот злодеи там преуспевают. Временно. Потому что если мы посмотрим на любых людей, которых по Торе можно характеризовать как злодеев, то мы увидим, что в большинстве, в подавляющем-подавляющем большинстве случаев, те люди, которые делают зло другим людям, они страдают. Они страдают, их убивают, они садятся в тюрьмы, от них уходят мужья-жены, у них проблемы со здоровьем, с детьми. То есть доказано, передоказано, злые люди живут мало и плохо. Потому что злой человек, ему же плохо внутри, в первую очередь. Как ему, разве ему хорошо жить, тому, кто все время, например, залидует другим, который борется за то, чтобы его уважали даже. Да, вот есть люди, борцы, типа, я на понтах, вот я должен быть лучше других, я сейчас буду лучше. И он все время, он смотришь и залидует кому-то, кого-то он лучше, кого-то он хуже. То есть люди, которые нарушают законы Всевышнего, они страдают в этом мире. Но если даже найти какие-то исключения, они есть, безусловно. Даже Маши Рабену спрашивал у Бога, почему, говорит, есть праведник, которому плохо, есть злодей, которому хорошо. Раз Маши Рабену спрашивал этот вопрос, то, значит, это есть, это присутствует в мире. Но если бы, если бы, если бы, это было правилом, что праведнику плохо, а злодей у хорошо, то тоже Маши Рабену не спрашивал бы. Значит, как правило, праведнику хорошо, а злодей у плохо, но бывают исключения. Значит, если это исключения, мы не будем сейчас ими заниматься. Есть то, что Бог ответил Маши Рабену, Моисея, есть три ответа на этот вопрос. У меня дополнительных есть еще два ответа, которых можно было тоже объяснить, почему, значит, праведнику бывает, бывает, иногда бывает плохо. Но, значит, второй вид страха, что человек нормальный, он, наблюдая, изучая и веря во Всевышнего, он верит, что если я буду поступать плохо, значит, Всевышний меня накажет. Причем, накажет, это неправильное слово, будут негативные последствия. То есть, последствия будут, просто нужно знать, идти против Всевышнего, это как плевать против ветра. Если человек плевает против ветра, это не значит, что его наказывает ветер или Всевышний. Это последствия. Если ты суешь пальцы в розетку, убьет током. Это последствия. И наоборот, если человек делает добрые дела, то последствием правильных, добрых дел, выполнения заповедей Всевышнего и так далее, является очень хорошая жизнь. Все тоже понятно. Теперь, но третий вид страха, пишет автор этой книги, это великая жемчужина. Это страх того, кто страшится Всевышнего не из-за чего-либо такого существующего в мире, но лишь потому, что трепещет перед ним, и все его органы дрожат, когда он думает о его величии и мощи. Это весьма и весьма глубокое понятие, потому что люди обычно делают свое дело только если надеются получить выгоду или избежать ущерба. То есть обычно человек так устроен, что он хочет получить выгоду или избежать ущерба. Но человек, который поднялся на трепет перед Всевышним уровня, что он просто думает про вот этот вот мир Атилут, что как вообще это Всевышний непостижимо, я вообще думать про него могу. И он создал мироздание, а я могу даже про это вообще с ним разговаривать в молитве. А я даже читаю слова царя Давида, который был близок ко Всевышнему, я псалмы читаю, и я прямо в этот момент, я что ли со Всевышним разговариваю. Вау! И вот когда человек начинает от этого эмоционально, можно сказать, трепет, это как колбасит на русском есть. Колбасит, плющит можно назвать. Там, я не знаю, что он реально эмоционально соединяется с Творцом мироздания, это и есть вот эта высшая форма трепета. Значит, теперь вот этот вопрос, Эмма Дрейзин, не почему праведнику плохо, а почему праведнику иногда, очень редко бывает плохо. Или, как Маширобену спросил, почему бывает такой праведник, которому плохо, и почему бывает такой злодей, которому хорошо. Это иногда бывает. И на это есть ответ, и сейчас мы не будем туда вдаваться. Теперь я хочу добавить просто напоследок про страх. Страх – это самая естественная, естественная базовая эмоция человека, потому что базовый инстинкт, который, самый базовый инстинкт, с которого человек начинается, это инстинкт выживания, да, инстинкт самосохранения. И так как этот инстинкт самосохранения, он является самым мощным и самым базовым, то рядом с ним всегда идет страх потерять свою жизнь. То есть это как бы запрограммированная такая глубокая программа. И она у человека, который первый год своей жизни, он полностью беспомощный. Его если не покормят, не поднимут или там уронят, то есть он ничего не может. Он может только кричать, когда ему плохо. Спасите, ребенок маленький орет, когда ему плохо, чтобы на него обратили внимание, его спасли. Вот это вот первый год тренировок. Представляете, мы сейчас год учим Тору, например, по полчаса в день, а ребенок 24 часа в день вначале учится выживать, первый год. И ему плохо, он кричит, ему хорошо, он спит, значит, все. Теперь дальше он со второго года, он начинает ходить, и жизнь его полна опасности. Всего лишь 100 лет назад до второго года доживали 50% детей. Можете себе представить, жуть какая, да, жуткая цифра. Да, значит, 50% детей доживали до первого года. Потом, значит, с первого года вот эти выжившие, которые, значит, счастливцы, они начинали уже двигаться, и мир превращался в полностью опасное место, потому что собаки, львы, тигры, волки, какие-то плохие люди, да, а в те годы же было еще, раньше был голод, например, тысячи лет люди жили в состоянии голода. Вот мы сейчас не ценим, что примерно 100 лет назад случилась технологическая революция, и появились паровозы какие-то там, появились двигатели внутреннего сгорания, комбайны и так далее, и производство продуктов питания выросло там в сотни раз. И появились холодильники, где их можно сохранять и так далее. То есть 100 лет назад пошел технологический взрыв. А до этого люди жили на протяжении всей истории в постоянном страхе голодной смерти. И первые, кто умирали от голода, это были дети, потому что взрослый человек, он более приспособлен к жизни. И вот люди первые десятки-десятки лет своей жизни, они тренировались все время быть в страхе. Теперь человек, который находится в страхе, его мозг работает на программе «Бей, беди, замри», рептильный мозг. То есть он почти не человек. И получается, что в этот момент, когда у него страх за жизнь, у него включается на адреналине, отключается неокортекс, и у него включаются очень быстрые реакции, как у кошки. «Бей, беди, замри», чтобы он боролся за свою жизнь. Теперь, дальше люди, например, когда была получена Тора, это было 3325 лет назад. И тут люди узнали, что у них еще внутри есть Божественная Душа, которая часть Всевышнего. И есть у них возможность подниматься на уровень осознания и соединения с этой Божественной Душой. Это сверхуровень такой. Но этот сверхуровень, он как раз прямо противоположный страху за жизнь. Поэтому страх перед Богом и является тем гомеопатией, тем противоядием, которое люди включали на протяжении всей своей истории, для того, чтобы выбить вот эту вот пробку страха за жизнь, которую человек опускает на уровень животного, и сказать, продолжать как бы осознавать себя, говорить, а я не боюсь, не умереть я не боюсь, никого я не боюсь. Как мы сейчас читаем перед Рожешина, как царь Давид говорит, Бог мой свет, говорит он, Бог мой свет и опора моя. Мими ифкад, он говорит, кого мне бояться? Бог говорит, маос каяй, он сила жизни моей. Мими ифкад, он говорит, кого я буду бояться? Вначале он говорит, мими ира, кого я буду бояться, а тут перед кого я буду опасаться. Ну, два разных глагола. То есть царь Давид, он льва разрывал, медведя разрывал, Он выходил против Голиата, который был там 2-30 ростом, машина такая, да, он выходил камнем его в лоб и отрезал ему голову. То есть он не боялся никого, кроме Бога одного. И вот этот страх перед Богом, он оставлял его в состоянии творческого мышления, когда он не боялся этого Голиата, да, а он взял камень, крупнул, побежал, нож, все. То есть вот этот страх перед Богом, он и сделал человека животнообразного, который боятся. И в это животнообразное состояние власти пытаются все время загнать людей, потому что когда люди в страхе, ими очень легко управлять, они как стадо становятся. А человек, который боится Бога, он говорит, а я кроме Бога никого не боюсь. Есть хозяин мира, он всем управляет, и он остается в состоянии творческого мышления, он остается в состоянии расслабленности. То есть он человек с большой буквы. Все, значит, поэтому страх перед Богом это ключ в сокровищницу. Сокровищница это знание о Боге, это Тора. А дальше каждый уже сам решает, что с этим делать. Все, всем хорошей недели. Будем сейчас выбирать. Я прочитаю ваши комментарии, что вы советуете. И выберем на следующий цикл. Сейчас закончим. Про страх перед Богом главу закончим. Мы только начали, и еще где-то у нас есть. Точно на эту неделю есть. И со следующей недели перед Рошашина начнем, наверное, что-то учить. Другое, но выберем. Сделаем даже голосование. Все, всем хорошего дня, хорошей недели. В 11 у нас урок для спонсоров. Войкрей спонсоров, партнеров, друзей, те, которые помогают распространять Тору. Значит, мы с ними изучаем тоже очень интересные письма Любавического Рэба, которые именно обращены к тем людям, которые понимают важность распространения знания о Боге. И, значит, Любавический Рэба именно к ним обращался, мы изучаем его письма. Все, всем удачи, успехов, до завтра.